Адель, давай во что-нибудь поиграем? Во что? Не знаю, например, в ангриберс. Мне это надоело. Давай тогда в Барби. Это скучно. А когда наши родители играли, им не было скучно. Кстати, а во что они играли? Не знаю, давай спросим. Давай. Мама, 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 поиграй со мной, пожалуйста, поиграй, поиграй. Доченька, уроки еще не сделаны? Пожалуйста. А мне сейчас некогда. Иди-ка поиграй в компьютер. Ну мы хотим поиграть в те игры, которые вы играли в детстве. Вы точно этого хотите? Да, да, да. Хотим, хотим. Только давайте договоримся. Играйте чур вы, хорошо? А мы просто расскажем. Договорились. А где ваша радость? Пойдем скорее, давай. Девчонки, смотрите, вы что сейчас делаете с фантиками, когда конфеты съедаете? Покидываю. Ну вот, а мы их собирали. Эти все фантики были настоящими драгоценностями. В них можно было играть, закапывать все критики. Мальчишки приходили. Отпевки и спиртики. Разобили все. Убегай. Девчонки прыгали. Разные комбинации. А потом гон. Доносы сложнее. И делали как можно выше. Это что, краски? Нет, Адельчик, это диафильм. Смотри, пленочка, на которой много-много кадров. Покажи. Ее вставляли в диафильм. Закручивали. Вот так вот. Виток. И сначала дети показывали театр теней, а потом был диафильм. И после этого диафильма мы в садике ложились спать. Хорошо. У нас был такой галстук. Тут были самые ценные алюминиевые пуговицы, которые мы делали под глазами синяки. А как? Натираешь слюной эту пуговицу и начинаешь сильно-сильно тереть под глазом. Но сейчас я под глазом буду делать, чтобы у меня не было синяка. И когда убираешь пуговицу, под глазом появлялся синяк. Помню. И говорил учительнице. А, Марья Ивановна, Петя с восьмого Б класса дал мне в глаз. Мне нужно срочно домой. И тебя отпускали домой, и ты не писал контрольный. Папа, папа, что это такое? Доченька, честно говоря, этого не помню уже даже я. Давай-ка посмотрим замочную скважину. Об этом больше знает наша мама и папа или бабушка. Бабушка, дедушка. Называй номер. Десять. Нож для закатывания пельменей. Сейчас-то мне уже 77 лет, а все равно детские игры помнятся. Мы складывали шестиугольники и писали на уголках имя мальчика, всех мальчиков. А потом открывали один уголок. Вот ты открываешь уголок, девочке говорю. Она открывает и смотрит, кто у тебя будет муж. Мы пытаемся показать нашу культуру через радость, через удовольствие. И мы приглашаем всех пройти на нашу выставку «Иники-беники» или «Заклинание детства». Здесь можно посмотреть, много узнать. Здесь можно знать, как стать отличником. Здесь можно попрыгать в классики. Здесь можно поиграть в игры 20-х, 90-х годов. Больше всего, мне кажется, здесь интересно взрослым. Потому что это встреча с их детством. А потом здесь больше всего интересно детям. Потому что это встреча с детством взрослым. В черном, черном доме. В черной, черной квартире. Моя белая-белая детства. Ты наших родителей не видела? Да, играю там. А сами говорили, не буду. Похоже, это надолго. Капитан, заряжай пушку. Капитан, заряжай пушку. Ура! ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА